МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Одна из лучших в мире систем. 15 сентября день образования санитарно-эпидемиологической службы РФ. Охота жить в Саровский драматический театр готовится к открытию сезона. Доброе дело на благо города. Проект «Слава Созидателям» получил неожиданное продолжение. Далее расскажем обо всем подробно. Школьников в Нижегородской области отправят на дистанты в музеи на время выборов. Напомним, в этом году голосование будет проходить 3 дня с 17 по 19 сентября. 17 и 18 сентября власти не намерены закрывать школы или объявлять неучебные дни. Вместо этого ребята будут учиться дистанционно с применением электронных технологий. Иначе организовать работу избирательных комиссий невозможно. Слагаемый успеха качественного образования в условиях системных изменений. В молодежном центре прошла конференция педагогов учреждений Департамента по делам молодежи и спорта. Во время официальной части глава города наградил лучших преподавателей. После этого прошло пленарное заседание. Сегодня в молодежном центре прошла конференция педагогов дополнительного образования. А началась она необычно. С интересных мастер-классов и интерактивных заданий. На время участники конференции смогли перенестись в мир детства. Играли, мастерили и рисовали. Мастер-классы провели коллеги, педагоги дополнительного образования. После этого официальную часть мероприятия открыл глава города Алексей Сафонов. Очень, на самом деле, приятно, когда нас отмечают на региональном уровне, на федеральном уровне. Вы действительно большие молодцы, как бы вы скромно о себе не думали. Вы очень многое делаете. И в Сарове в этом плане по-хорошему завидуют соседи и даже дальние наши коллеги, говоря о том, что в Сарове есть уникальные люди, которые делают чудо. Вот это чудо делаете вы. Глава города и директор Департамента по делам молодежи и спорта поздравили молодых преподавателей. Также благодарственные письма и грамоты за вклад в развитие дополнительного образования вручили педагогам, тренерам и активистам образовательных учреждений. Вы, в свою очередь, дарили свет, тепло, радость детям, чтобы тыл у вас был надежный, чтобы семейное тепло давало вам возможность творить, добиваться успехов и побед, чтобы дети, которые придут к вам, радовали вас. Главная тема конференции – слагаемые успехы качественного образования в условиях системных изменений. Основные задачи и цели дополнительного образования в современном мире обсудили на пленарном заседании. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Сезон охоты на пушных животных открывается с 15 сентября в Нижегородской области. Разрешено охотиться с огнестрельным оружием на зайца, лисицу, янотовидную собаку и волка до 28 февраля. За незаконную добычу гражданам грозит наказание в виде штрафов, административная и уголовная ответственность. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Пособия по беременности и родам. Единовременные пособия при рождении ребенка для работающих россиян будут с 2022 года назначать в беззаявительном порядке. Также в связи с переходом на электронные больничные работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу. С 1 января листок нетрудоспособности будут формировать в форме электронного документа. Назначение выплаты пособий в рамках обязательного социального страхования будет идти напрямую в ФСС. Сведения о размере заработной платы в ходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя о факте рождения ребенка из информационной системы ЗАГСа. Работнику не придется приносить работодателю какие-либо документы для получения оплаты больничного листа. В номер больничного будет приходить и работодателю, и непосредственно в фонд социального страхования для оплаты. Утечка персональных данных детей и их родителей произошла с сайта навигатор дополнительного образования r52.navigator.dete. По словам разработчиков, это результат атаки на программное обеспечение сайта. Несанкционированный доступ зафиксирован из аккаунта одной из организаций пользователей сайта. Злоумышленники получили частичный доступ к контактным данным пользователей, сообщает ГТРК Нижний Новгород. Доступ к данным закрыли. Специалисты проверили аккаунты всех организаций и установили систему дополнительного мониторинга. С 20 сентября Музей ядерного оружия РФИАЦ ВНИЕФ и Музей квартиры Харитона возвращаются к прежнему режиму работы. По будням они будут открыты с 9 до 17 часов, в пятницу до 16. Перерыв с 12 до 13.30. Свободные посещения вторник-четверг с 14 до 17. Вход в музей для взрослых посетителей возможен только при предъявлении справки о вакцинации, QR-коде или справке об отрицательном ПЦР-тесте. При себе иметь маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Опубликованы сроки каникул в этом учебном году. Осенью школьники будут отдыхать с 28 октября по 3 ноября. Зимой каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 9 января. Сроки весеннего отдыха от школы с 24 по 31 марта. Кроме того, с 14 по 20 февраля запланированы каникулы для первоклассников. Определены первые 500 победителей лотереи, которые правительство проводит для вакцинировавшихся. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Номера победивших сертификатов можно узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг, а пользователи мобильного приложения сервиса также получат пуш-уведомления о выигрыше. Чтобы получить приз, в личном кабинете необходимо предоставить данные банковской карты «Мир». Средства поступят на нее в течение 6 месяцев с даты проведения розыгрыша. Правительство установило 1 тысячу призов. Следующих 500 победителей определят 14 октября во втором розыгрыше. За минувшие сутки в России выявили 19 841 новый случай заражения. Из них 428 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 18 человек. Из тех, кто госпитализирован, трое в тяжелом состоянии. Защитить здоровье и жизни сограждан. Такие задачи стоят перед сотрудниками санитарной эпидемиологической службы. 15 сентября они отмечают свой профессиональный праздник. Почти 100 лет назад наша страна вступила в борьбу с инфекционными заболеваниями, которые приносили массу беджителям. За это время удалось выстроить одну из лучших в мире систем санитарной защиты населения. Люди, которые обеспечивают для нас безопасные условия жизни. Сотрудники санитарной эпидемиологической службы отмечают 15 сентября свой профессиональный праздник. Днем основания СС в России считается 15 сентября 1922 года. В Сарове Центр гигиены и эпидемиологии занимается исследованием воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов на наличие в них вредных веществ. За год сотрудники Центра проводят около 40 тысяч проверок. Где-то находок, которые не соответствуют санитарным нормам, ну это процентов 5, наверное, так было, это чуть даже меньше. То есть, в принципе, у нас обстановка неплохая в городе. В ковидные времена, конечно, все поменялось. И мы эти 40 тысяч исследований уже брали другим методом ПЦР. В Саровском Центре гигиены и эпидемиологии работают два подразделения. Органы инспекции проверяют образовательные и медицинские учреждения. О воспитательных лабораториях проводят различные исследования. В микробиологической лаборатории проводят исследования на микробиологические показатели, ну скажем так, бактерии, вирусы, гельминты. В физико-химической лаборатории проводят исследования воды на содержание химических веществ, допустим, железа, нитритов, нитратов, то есть химических веществ. В Центр гигиены можно обратиться и в том случае, если у вас возникли сомнения в качестве продукта. Здесь существует два пути решения вопроса. Либо человек сам начинает работать в этом направлении, то есть обращаться с жалобами куда-то в судебные органы, в прокуратуру, и поэтому он приходит к нам с этим продуктом, делает анализ, исследование, и дальше уже сам работает. Либо писать жалобу в межрегионном направлении. Вот это более правильный путь. По всем вопросам обращайтесь по телефону Центра гигиены и эпидемиологии 7-92-03. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 17 сентября театр вновь открывает свои двери. Начинается 73-й театральный сезон. Первая постановка, которую видят зрители – «Охота жить» по произведениям Василия Шукшина поставил его московский режиссер Александр Гришин. До премьеры спектакля «Охота жить» в Саровском романтическом театре осталось пара дней. Режиссер Александр Гришин собирает труппу, последний раз проходит по правкам, дает пояснение актерам. В нашем городе он работает первый раз. Одна из актрис нашего театра, Владимира Петрик, учится в ГИТИСе, как раз на курсе Александра Гришина. Она и порекомендовала его в качестве постановщика. Так все и завертелось. У вас прекрасное старшее поколение, просто замечательное. Я не перестану это говорить, не перестану удивляться. Вчера на прогоне, который мы делали, я плакал. Такое редко бывает вообще, когда вдруг артисты настолько взрослые, знают, о чем они говорят, что они говорят, что они делают, как они это чувствуют. Все изумительное. «Охота жить» – спектакль, собранный из шести рассказов Василия Шукшина. В каждой истории есть некий отзвук, другой. В этой постановке сталкиваются два мира, и каждый из них хочет жить. Я не даром выбрал название спектакля «Охота жить», потому что каждый из нас очень хочет жить. Но каждый из нас к этому желанию идет по-разному. И разными способами добивается этой жизни. Вот, в принципе, об этом спектакле. Здесь нет привычных «Актер такой-то» играет персонажа такого-то. Александр не хотел, чтобы артисты играли чудиков, странных людей. Герои – это мы в предлагаемых обстоятельствах. Те взрослые артисты, которые могли бы попасть в эти обстоятельства, и, скорее всего, что они в них находились, мы разговаривали с ними. Какие-то есть схожие абсолютно вещи. Там у Наумова Анатолия Викторовича дед играл на балалайке, и там, в принципе, такая история была достаточно похожая. И там нет, я бы не хотел, чтобы были персонажи. Спектакль «Охота жить» зрители увидят уже 17 сентября для лиц старше 16 лет. А что еще готовит нам театр в этом сезоне, его директор Марина Першина и завлит Ольга Логинова рассказали в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Смотрите на канале «16», «Саров-24» и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Тыквы, яблоки, картофель, кабачки, морковь и груши. Праздник урожая организовал для своих участников Совет ветеранов города. Пенсионеры принесли фрукты и овощи со своих огородов, поделились друг с другом секретами, как вырастить большой урожай. Яркую концертную программу для гостей Совета ветеранов подготовили артисты ансамбля «Самодеятельность и улыбка». Темой концерта была осень. Время, когда пора собирать урожай и готовиться к зимним холодам. Вокалисты исполнили всеми любимые эстрадные и народные композиции. Сколько на небе звём, только в начале мая, в зиме приносишь всё. С возвращением к привычным форматам встреч ветеранов поздравил заместитель главы администрации «Сарова» Илья Волков. Он отметил, что осень – это прекрасное время года, чтобы собраться за чашечкой чая и приятно провести досуг. Сегодня у нас замечательный повод собраться. Осень, наверное, это лучшая пора, когда можно себе позволить несколько больше, имею в виду, в плане заготовок, в плане урожая. Ну и хотел бы пожелать всем вам, самое главное, здоровья, здоровья, ещё раз здоровья. Ветераны также подготовились к долгожданной встрече. Кто-то смыстрил интересные подделки, чтобы добавить их в творческую коллекцию, а кто-то принёс выращенные на даче фрукты и овощи, чтобы угостить гостей праздника. Люди принесли то, что у них на огородах выросло. Может быть, не очень богато, но тем не менее, вот именно принесли. Ну и что-то можно угоститься, что-то можно на столах, пожалуйста, у нас чаепитие будет. Праздничная программа стала приятным подарком для ветеранов. Но самое главное для пожилых людей – это душевное общение. Ексерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Победители, призёры и участники муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям» посадили 24 кустарника на левом берегу Сатиса. На мини-субботник пришли ребята и некоторые герои их видеороликов – родители и педагоги. Подробности далее. На часах без 15.04 воспитанники образовательных учреждений города собираются у Дома учёных. Мини-субботник начинается с коллективного фото у бюста Юлия Борисовича Харитона. Здесь собрались победители, призёры и участники муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям». Лев Анисифоров занял в нём второе место. Мы делали новый проект, это был очень тяжёлый труд. Мы с Светулей, с мамой, с папой старались очень. Да, и снимали много раз. И у нас наконец-то получился проект, и мы заняли второе место. Обычно в завершении конкурса устраивали парад Созидателей. В этом году традиционный формат решили изменить. Муниципальный этап конкурса закончили добрым делом. Рядом с Домом учёных на берегу реки Сатис появилась аллея из кустов можжевельника, дёрина, спиреи и барбариса. Сам проект организуется партнёрством «Атомные города» на протяжении уже шести лет. За это время большое количество ребят приняло участие. Если говорить о Сарове, то это более трёх тысяч человек. И каждый год разные были задания. Где-то снимали видеоматериалы, где-то делали подкасты, фотографии, текстовые материалы сдавали. Всего на берегу реки высадили 24 кустарника. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров. 24. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!